Здравствуйте, уважаемые любители экзотики, сибирской экзотики. Я думаю, что для южных регионов инжир это самая обычная культура, которая легко выращивается в открытом грунте. Но для нас, сибиряков, конечно же, получить первые сочные ягодки инжира. Сейчас июнь, 21 число, и вот они, ягодки. Я сейчас их буду снимать, угощать своих домочадцев. Есть, конечно, вот такие вот недозревшие, а вернее, те, которые вообще никогда не вызрют. Но чего-то вот этой ягодки не хватило. По всей вероятности, каких-то питательных веществ, но вот эти ягодки созрели. Этому кусту два года. И вот оно вот такое вот плодовитым оказалось. Некоторые ягодки были уже сорваны и съедены. Вот дозревает. Но я думаю, что вот эта ягодка тоже не поспеет. Видать, до неё питательные вещества не дошли. Но ёмкость достаточно большая. Судя по силе роста, растению здесь вполне нормально, хорошо. Ну вот, оно достигло такой фазы. Хочу обратить ваше внимание ещё на те растения, которые мне удалось отчеренковать полтора месяца назад. Вот в такие маленькие горшочки. И посмотрите. Вот они, ягодки. В междоузлях. Они будут здесь раз, два, три. Это от зелёного черенка. Здесь от древесневшего черенка пока ягодок нет. А вот здесь вот тоже есть ягодки. Вот зелёного черенка. Ну что, вот смотрите, какой мощный саженец из зелёного черенка. Просто великолепный. Одним словом, инжир – та культура, которая очень хорошо размножается. А вот этот вот горшочек – инжир фиолетового цвета. Подарил мне этот горшочек инжира наш агроном Сергей Сергеевич. Ну, подарок, конечно, дорогого стоит. А вот этот инжир белого цвета подарила мне другая моя сотрудница, Анна Владимировна. Короче говоря, для агронома самый дорогой подарок – это, конечно же, растение. Ну вот, спасибо моим коллегам за подарки. Сегодня я снимаю урожай инжира. Всего доброго вам и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok